Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. Первые веснушки усыпали носы наших телезрителей. И наши. Первые редиски усыпали весенние салаты. Весна – время улыбок и позитивных планов. Наши планы скрыты в анонсе. Надеемся, что настроение они не испортят. Анонс-шифровка. Ракета-носителям посвящается. Весенняя пауза. Розовый цвет рулит. Ракета-носителям посвящается. Это что-то связанное с ракетами. 12 апреля – день космонавтики. Да. И что же нам будет рассказывать, как происходит запуск ракеты? Конечно. Вот ты об этом что-то знаешь? Нет. Пришло время, дорогуша. А то имя Юрия Гагарина все помнят. А как он полетел в космос? Какой двигатель был в ракете? Какое топливо? Почему-то все не в курсе. Расширяем кругозор. Засиделись дома? За уроками, перед телевизором. Или в офисе. Вперед разминаться и приводить себя в порядок. Для этого понадобятся две ракетки и валанчик. Не, не такие. А теперь верно. Правила игры просты. Вы должны не допустить, чтобы валанчик упал на вашей стороне площадки. Вторая цель – добиться того, чтобы соперник не сумел отразить ваш удар. А для этого придется попотеть. Руки и ноги работают на 100%. Голова тоже. А еще, отслеживая валанчик, ваши глаза выполняют замечательную гимнастику. И расслабляются после работы за компьютером. Пульс игрока может достигать 180 ударов в минуту. Это отличная тренировка для сердца. А за игру спортсмен пробегает около 10 километров. Теряя несколько килограммов веса. Тоже неплохо. Вот он какой бадминтон. 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 Ну, почти. Бадминтон. Не зря эта игра так полюбилась народам Древней Греции, Индии, Японии, Китая и даже Африки. Но основу ее заложили индусы. Есть у них прообраз бадминтона – игра Пуна. А из Индии игра распространилась по всему миру. Бадминтону в том виде, который нам знаком, мы обязаны английскому герцогу… Бадминтону. Нет. Его звали Бофорт. И в 1973 году, вернувшись из командировки в свое поместье Бадминтон Хаус, он привез с собой из Индии инвентарь для игры в Пуну. Вскоре герцог приобщил к ней всю свою многочисленную родню и окрестных аристократов. Усадьба Бадминтон стала центром распространения этой новой игры, которая позже и получила свое название Бадминтон. В 1934 году была создана Международная федерация бадминтона. В нее входили Канада, Дания, Франция, Англия, Нидерланды, Ирландия, Шотландия, Новая Зеландия и Уэльс. А после Великой Отечественной войны в мире стали проводить чемпионаты по бадминтону среди мужчин. С 1992 года бадминтон – уже олимпийский вид спорта. И любимая игра детей и взрослых. Любая полянка или двор могут превратиться в поле для игры в бадминтон. А невесомый инвентарь можно взять с собой хоть на Эльбрус. А в наших южных широтах уже самое время устроить первый турнир с друзьями. Ведь играть в бадминтон можно и парами. Это еще интереснее. Две ракетки и валанчик. Классная игра детства. Надо вспомнить. Ракетки у меня есть. Будем возвращать свою прежнюю спортивную форму. Только постепенно, хорошо? Ага. А то засиделись мы на карантине. И дистанция во время игры хорошая. Такс, весенняя пауза. Странно. Паузой лучше назвать зиму. Когда все в природе спит. А что весной бывает на паузе? Не знаю. Это лопаты для уборки снега, санки, отопление, сапоги, шапки, пальто. Ко мне пришла идея. Какая? Как думаешь, анонс в каком смысле? Уже на паузе или пока на паузе? Второй вариант приятнее. Пока у нас на паузе мороженое. Ждем лето, когда разрешат. На паузе летние платья, купальники, купание в речке. Так что это или обсуждение зимы, или предвкушение лета. Еще чуть-чуть будет плей. Весна идет по свету. А с весной природа оживает, и на свет появляется новое поколение птиц, животных и насекомых. Везде слышен громкий щебет и жужжание пчел. Но в тихой на вид реке тоже кипит жизнь. Именно в это время рыба готовится к нересту. Самки мечут икру, из которой позже появятся мальки. Это главное время в жизни рыб. И поэтому в период нереста запрещена рыбалка. Ведь эта пауза дает возможность увеличить популяцию рыб, то есть их общую численность. У большинства пресноводных рыб нерест проходит с весны до начала лета. Каждый вид для нереста уходит на специальные места – нерестилища. Лососевые и осетровые для нереста идут из моря в реки. А вот речной уголь, наоборот, из реки в море. Некоторые рыбы нерестятся там, где живут. Так в водоемах мира появляется рыбный молодняк, который вырастает и снова приносит потомство. Это закон продолжения жизни в природе, который не дает исчезнуть с лица земли определенному виду. Плодовитость у рыб тоже разная. Самка карпа мечет до 3 миллионов икринок, а самка сома – всего 500 штук. Но 93% икринок погибает в течение первых 7-10 суток от температуры воды, а порой их съедают другие рыбы – земноводные, водоплавающие птицы или икру сносят течением. Эти факторы тоже влияют на численность рыб в водоеме. Да и сами рыбы, как родители, проявляют себя по-разному. Заботливые сомы и окуни оберегают свои кладки. А вот карпы не заботятся о потомстве, откладывая икру с запасом. Но круглый год на численность рыб влияет качество воды, в которой они живут. Если отходы жизнедеятельности человека попадут в водоем, рыбы в нем скоро не останется. Это забота экологических служб и каждого из нас. А-а-а! На паузе у нас рыбалка! Кстати, многие ей увлекаются. Поэтому сейчас рыб надо оставить в покое. Нелест – это пауза. Напоминаем всем рыбакам и экраны. Идем дальше. Какой-то очень девичий анонс. Розовый цвет рулит. Модные тенденции этого года. Неужели розовый? Им что, цветов вот как бы мало, а? А какой твой любимый? Ну, например, фисташковый, зеленый, красный. Лучше пусть розовый. Оттенков в нем много и вполне приятных. После рыб эта тема пойдет на ура. Розовый мне тоже нравится. Но не в тех случаях, когда весь гардероб из него состоит. Да, это касается любого цвета. И не только в мире людей. Япония в сезон цветущей сакуры. В это время страна восходящего солнца превращается в прекрасный сад. Для каждого японца это символ весеннего расцвета и естественной красоты. И каждый житель этой страны считает своим долгом совершить в этот период обряд любования сакурой или ханами, который насчитывает тысячелетнюю историю. Обычай любоваться весной цветами сакуры возник при императорском дворе в третьем веке до нашей эры. Особую популярность он получил в эпоху хэйян. Придворные проводили часы под цветущими деревьями, наслаждаясь легкими напитками, играми и чтениями стихов. Опадающие лепестки цветов они отождествляли с красотой и быстротечностью жизни, с храбростью и чистотой помыслов. В наше время начало сезона цветения в Японии объявляют по телевидению. Репортеры внимательно отслеживают, где зацвело первое дерево, и японцы всегда в курсе, в какой парк стоит пойти, чтобы насладиться прекрасным зрелищем. Обычная практика для Японии – с раннего утра расстелить подстилку с именем группы и временем, когда они планируют ее занять. Или же кто-то из группы остается там на весь день и ждет остальных. В дни цветения сакуры парки просто переполнены людьми. Семьи, студенческие группы, огромные рабочие коллективы крупных концернов – все они устраивают пикники под цветущими деревьями, в том числе в темное время суток. Ночное ханами называется едзакура – ночная сакура. Деревья в парках и садах подсвечивают снизу маленькими фонариками, а сверху – высокими фонарями из рисовой бумаги, свет от которых мягко падает на цветы. Это чудо, доступное каждому, его нельзя пропустить. С середины марта в Японии все подчинено этому празднику. Витрины ломятся от тематически оформленного шоколада, духов и других упаковок. Даже магазины перекрашивают в розовый цвет. Хитрый маркетинговый ход. Сакура давно стала символом Японии и вошла в жизнь каждого жителя этой страны. Например, когда японцы собираются назвать новорожденного, то очень часто вписывают в имя ребенка иероглиф «Сакура». А само слово уже стало распространенным женским именем – «Сакура». Красиво, правда? Оборотную сторону монетки в 100 йен венчает вишневое дерево. А первая песенка, которую заучивают многие японские детишки, называется «Сакура-сакура». Именно это дерево тесно связано с новыми встречами и расставаниями, с переломными моментами человеческой жизни. Финансовый и учебный год в Японии начинается 1 апреля. А еще эта дата приходится на время, когда проходят школьные и выпускные мероприятия. Это период поступления в школу и на работу. И о тех, кто успешно сдал вступительные экзамены, говорят, что у них зацвела сакура. И это самый лучший показатель того, как сильно японцы любят ханами. Розовый нравится всем. И не только в Японии. У нас тоже вишня розовая нацветет. Но вот праздника никто не устраивает. И зря. Хорошая традиция. Будем перенимать. Обязательно. Коврик постелим. И вкусноты наготовим. И закат проводим. Кстати, наша программа уже почти закончилась. Быстро как-то. Да. Ну а весной с вами делились Саша. И Мия. Не прячьте веснушек. Ловите весеннее солнце. И дарите его другим. До встречи. Пока-пока. 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 Продолжение следует...